добрый день любое другое время суток по вашему выбору давненько не было у нас обжигающие правды значит в роликах ну вот сегодня будет сегодня мы почитаем замечательный текст под названием смертельная жара автора дмитрия лиханова про то как травили солженицы ну неравнодушный я к александру сечем как и многие вот для начала про автора дмитрий лиханов это журналист совершенно секретно один из основателей так сказать автор термина лицо кавказской национальности признанный вот и интервьюер мариты лоренс мне очень понравился в википедии про него читал судя по всему может текст он сам может писал вот там написано что он первый из русских кто взял интервью профессионального киллера мариты лоренс который в своей жизни не убил ни одного человека ну в википедии написано что он профессиональный киллер на самом деле она никого в жизни не убила ну просто была замешана во всякие там акции спецслужб типа убийства фиделя кастро до которого она тоже не убила что ты общалась с освальдом сли харви и так далее а вот может он сам этот текст писал эти совершенно секретно они любили тогда жути нагнать мы кстати увидим сейчас как они этим занимаются вот ну естественно здесь все чистая правда да а вот я рекомендую значит книжку бушина гений первого плевка там это дело разобрано в подробностях вот но там нет самого текста как бы вот этого души раздирающего да про то как служеницу намочили поэтому я как бы решил его зачитать ну и вообще интересно же как страшный кгб людей ликвидировал потому сейчас это модно у нас вот тут на наша агентура ездит на шпиле смотреть тоже там кому-то чем-то ручки мажет там верные так далее и тому подобное вот а это так сказать их предшественники непосредственно такие же профессионалы судя по всему и так начинается все с цитаты солженицына естественно меня предупредили и даже несколькими каналами в аппарате гб тоже есть люди измученные своей судьбой что готовится меня убить через автомобильную аварию но вот особенность или я бы дерзнул даже сказать преимущество нашего государственного строя ни один волос не упадется с моей головы или моих семейных без ведома и одобрение госбезопасности настолько мы наблюдаем и оплетены слежкой подсматриванием и подслушиванием ни одного ощущения что здесь что-то не так со знаками припинания высочи а так как я давно не болею серьезными болезнями не вожу машины а по убеждениям своим ни при каких обстоятельствах не покончу самоубийством то если я буду объявлен убитым или внезапно загадочно скончавшимся можете безошибочно на сто процентов считать что я убит с одобрение госбезопасности или ей самую ну это очень хорошая вводная цитата она сразу задает тон да все зло от губни если александр исаевич например схватит воспаление легких или вдруг подскользнется на разлитом чае как фильме охота за красным октябрьем да вот и вы разобьете башку там с лестницы упадет пьяный или и так далее и тому подобное во всем виновата губня если в него попадет метеорит в этом тоже виновата губня вот ну или что-то в этом роде вот это как дом корлеоны прямо вот на знаменитом совещании пяти семей говорил что если в моего сына попадет молния вот я обвеню в этом кого-то из присутствующих вот тут тоже самое вот и отдельно хочется сказать вот этой замечательной слежки кгб за солженицыным который ну как он нам тут говорит просто шагу не давали ступить вокруг там подслушивали подсматривали все дела вот солженицын потом опубликовал список тайных помощников своих до которые помогали ему публиковать его книги передавали их за рубеж осуществляли какие-то связи и так далее но тут в википедии 118 человек на самом деле больше было то есть включая иностранцев еще чего туда вот то есть получается что у нас значит кгб значит губня всячески следит за александром исаевичем а плела его слежкой так что прямо вот муха не пролетит мимо этой слежки да а если пролетит и нагадит на голову александру исаевичу то виновата кгб а вот и при этом он создал целую сеть каких-то тайных своих информаторов ассистентов там еще кого-то до которые значит помогают ему осуществлять антисоветскую деятельность в том числе и например связи с заграницей ну какая-то хреновая у нас губня выходит если она вот таких вещей не не за не заметила да то есть об оплетяя его слежкой а если заметила ничего не сделать тем более к это хреновая губня выходит значит уже какие-то свои там игры пошли не имеющий ничего общего защиты социалистического строя и так далее и тому подобное а вот кстати да сразу надо определить место действия это правда не просто сделать ну то есть время время действия да то есть потому что это то ли 71 то ли 73 год это уже вот время когда солженицын он еще здесь у нас в ссср да но его уже очень все не любят считают предателем веховцем новый веховцем его уже яковлев всем старом году критикуют на вот за но новый новые вехи да вот эти вот за новую идеологию он уже всем с первом году издал на западе свой этот самый как его август 14 который так всем не понравился вот и так далее вот ну ладно собственно перейдем к тексту самого лиханова звезды нашей расследовательской журналистики приведенные выше слова были произнесены лауреатом нобелевской премии александром солженицыным 223 августа 73 года в интервью агентством associated пресс и газете монт охренительно то есть солженицын живет в ссср за ним всячески следит кгб вот а он значит в интервью иностранным агентством а рассказывает как говня хочет его убить черт побери ловко в то время он конечно же не знал как близки были его слова к истине он узнает об этом почти 20 лет спустя феврале 92 года так то есть вот этот материал изначальный он датируется 92 годом на самом деле просто он в электронную версию попал в 2007 а в 2009 был перепечатан да а вот дальше отставной подполковник тяжело дышал почти целые сутки он трясся в пропавшим человеческим потом и горелым углем в вагоне потом еще долго странствовал по гранитным кишкам московской подземки то и дело сверяясь с адресом царапанным на клочке бумажки плутал по загаженным переулкам покуда наконец не добрался до нашего тупика отворил дверь и останавливаясь перевести дыхание чуть ли не на каждом лестничном пролете поднялся на последний этаж дальше идти было некуда о этот замечательный стиль газеты совершенно секретно вы себе представляете какой кошмар да вот целый подполковник судя по всему ехал из ростова да то есть он ехал целые сутки в пропавшим горелым углем в вагоне мне интересно у нас девяносто втором году резко отменились электропоезда я я вот не знаю я вот ездил на поездах по да еще даже в ссср я ездил на поездах и потом ездил на поездах в нашей новой россии как-то вот я там паровозов на угле не встречал как как-то все электрическое было я не знаю может быть там есть какие какие-то тепловоз там еще что-то да то есть но вот так описывать так путешествие из ростова в москву на поезде это как-то очень странно потом еще долго странствовал по гранитным кишкам московской подземки то и дело сверяясь с адресом на царапанном на клочке бумаги ну видно что под подполковник не столичный человек потому что если бы она как бы метро раньше был он бы знал что в метро смотреть на адрес абсолютно бесполезно можете сколько угодно смотреть на адрес метро вам надо знать станцию просто на которой вам надо выйти да то смотреть на схему метро а на адрес на бумажке вам смотреть не надо и вообще со стороны автора как-то вот наше самое красивое в мире московской метро гранитной кишкой обозвать да как по-моему это невежливо плутал по загаженным переулкам покуда наконец не добрался до нашего тупика отворил двери и так далее и тому подобное кто переулки то загадил если вы там работаете может вы их и загаде нет просто вот такое вот описание описание да то есть это практически если не считать поезд это практически описание поездки на работу человек вот каждое у каждое утро получается вот они сами плутали по кишкам потом по этим загаженным переулкам потом вот так вот драмать драматически поднимались на последний этаж и так далее там подобный газет совершенно секретно прошу любите жаловать дальше идти было некуда 20 лет молчал отставной полковник управления кгб по ростовской области борис иванов о своем и чужом грехе я не понял если солженицын в итоге не умер какой тут грех два на 20 лет носил он в себе горькую тайну одно лишь упоминание о которой в прежние времена могло стоить подполковнику не только карьеры но даже жизни теперь когда времена изменились а действующие лица и исполнители туда и давние истории кто умер а кто отправлен на пенсию борис его иванов решил покаяться тут вопрос возникает ну насколько я знаю по крайней мере бушин так пишет что борис иванов покаялся не только совершенно секретно но еще в газете гардиан а вот времена конечно изменились а вот гриф совершенно секретно он изменился или нет не издание совершенно секретно а именно гриф то есть если была какая-то операция по убийству солженицына она видимо была засекречена да вот с нее что сняли гриф вот а тогда вот зачем такая столько драмат да он один остальные участники покушения на солженицына до сих пор молчат и вот опустившись на стул отставной полковник вынул из потертого портфеля то ради чего он не доверяя почте и даже собственному сыну отправился к нам в такую даль несколько страничек подслеповатого машин написанного текста то есть судя вот по всем этим предосторожностям эта фигня все еще засекречена да ну если он ее никому не доверяет там если все остальные молчат и так далее и тому подобное то есть эта информация под грифом совершенно секретно и он ее значит излагает сначала вот этим вот ребятам из газеты а потом газете гардиан да у меня у одного ощущения что вот после этого перфоманса полку подполковник борис иванов отставной должен был уехать на нары автоматически за соответственно разглашение секретной информации измену родине нет вот и так знакомый чуть суховатый голос произнес зайдите ко мне начинает рассказывать подполковник иванов и у меня начинает рваться мозг вот он принес с такими значит предосторожностями несколько страничек подслеповатого машинного текста почему он его не читает или просто не передает журналисту чтобы тот его опубликовал текст чё он ему тут начинает рассказывать или может быть там что-то другое написано не то что рассказывает подполковник иванов тогда зачем вот надо было вот это вот все про несколько страничек не доверяя даже собственному сыну если он все сам рассказывает зачем эти странички вообще нужны мне интересно перед тобой сидит журналистка то и который в принципе засти может застенографировать все что ты сказал на диктофон записать девяностые годы не каменный век не пугаю не вот что-то вот не бьется как-то да значит ну ладно послушаем приглашение крайне удивило меня по неписанным законам редкие встречи с первым лицом управления происходили только с разрешением присутствия непосредственно начальника генерал находился в хорошем настроении рядом сидел незнакомый мужчина средних лет одетый в губордный светло-серый костюм жар жестом руки шеф пригласил меня занять место напротив незнакомства незнакомца какая точность а генерал представил нас друг другу назвал должность фамилию и звание гостя которую мы из текста не узнаем сразу скажу сразу скажу потому что вот эти вот все светло-серые костюмы да и жесты рук значит иванов помнит а вот фамилии и звания нет затем созвавшись сославшись на указание центра ггб сср строго предупредил о крайне к этой конфиденциальности чрезвычайной секретности предстоящей беседы и продолжил нашу область неизвестной целью едет писатель служениц штирлиц идет по коридору по какому коридору по нашему коридору а куда он идет товарищ из москвы прибыл к нам связи с этим тревожным обстоятельством борис александрович неплохо знаете ростовский период жизни служеница на его прошлые связи быть полезным товарищу из москвы кроме вас честно говоря некому что касается помощи других служб управления соответствующие команды уже даны ну то есть да то есть приезжает московская группа значит слежение за служеницыным и чтобы следить и этого придают как специалиста по ростовскому периоду жизни попрощавшись с генералом и вышли на улицу стояла ранее теплая осень если я не путаю служеницына ну вот это вот все происходит в августе месяце какая осень мы отказались от машины и направились в гостиницу московской где гости ожидал прекрасный номер люкс поднявшись в номером мне интересно тоже значит группа слежки вот ну собственно для секретных каких-то операций прибывает в ростов их поселить негде как в лучшем люксе гостиницы московской что у г.б. нет каких-то своих квартир куда можно сотрудников запихнуть да чтобы они просто не светились они тут тусуются как бы вот гостиницы московская да то есть там в буфете вон сидят поднявшись в номер мой новый патрон расположил в тумбочке содержимое портфеля мы спустились в буфет пока гость изучал меню я обратил внимание на вошедшего молодого человека который переглянулся с моим коллегой цепко окинул меня взглядом и неспешно направился в буфетные стойки невольно подумалось они знакомы то есть человек приехал из москвы да и вот тут заходит кто-то кто с ним знаком заказывая лужи новый посетили время от времени смотрел в нашу сторону ниже среднего роста плотность короткой стрижки темных волос незнакомец был судя по одежде поведению семерки службы наружного наблюдения согласно инструкции им запрещалось ходить прямой контакт с оперативником за исключением руководителя который одновременно выполнял функции офицера связи какие подробности такой вывод несколько успокоил меня чё ты волнуешься ты майор гб ты у себя на территории на своей земле а это какие-то залетные москали ну что ты-то чё нервничаешь тоже тебе от них какая опасность такой вывод несколько успокоил меня я начал заниматься гостем после ничего не значащих фраз мой собеседник осторожно достаточно непринужденно стал интересоваться моей биографии как долго я работаю в органах госбезопасности где работал на каких должностях особенно его интересовала моя служба в литовской ссср в частности применялись ли там специальные акции и какие вот я бы на такие вопросы вот этому гражданину из москвы просто ответил бы а какое твое собачье дело потому что извините меня вот эти вот вещи да это вообще секретная информация про специальные акции там я не знаю не знаю засекречены там внутри свой 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 места службы да и и на каких должностях где работал вот но специальные акции это точно это информация не для чужих ушей и тут вот какой-то залетный хрен начиная тебя о них расспрашивать вот другое дело если вам показал бы допуск да и сказал вот у меня есть допуск секретной информации да ну-ка ты мне расскажи какие вы там в литовской ссср специальные акции проводили да то есть как бы субординации бы воспользовался я старше по званию вот у меня допуск пожалуйста давай вот а тут какой-то вот разговор в буфете за рюмкой чая ну-ка расскажи ко мне какие вы там специальные акции проводили в литовской ссср но я не знаю если в кгб так было все устроено это просто волшебно вот я я уж не говорю о том что этот самый майор вот ну теперь отставной подполковник который все это рассказывает после этого разговора должен был сразу доложить по инстанциям что у меня тут извините меня это граждане выпытывают подробности специальных акций в литовской ссср этим же вечером после ужина московский гость попросил меня выехать и выехать с ним в каменск поинтересовавшись с расстоянием до него он вызвал машину связи связался с центром информации седьмого отдела у кгб представился уточнил где находится объект то есть суженицын буквально через 20-30 минут черная с отливом волгу мчал у нас погладкой освещенной фарами бетонки вот это вот следить за кем-то на черной волге с отливом это зачем пять ну вот я не знаю ну какие такие вот штампы из из кино просто то есть но если ты едешь за кем-то следить зачем тебе на волге ехать ну если на волге ну возьми ты такси ну тупо вот машину такси да то есть шашечка чтобы не не привлекать внимание ну или же гуль какой-нибудь грязный там тет какая разница ты на службе да нет блин черная волга а вот в пути мне стало известно что суженицын со своим другом остановились на ночлег в сосновом бору севернее каменска цель поездки заменить московскую семерку наружного наблюдения сопровождавший объект семеркой ростовского у кгб так как объект намерен посетить ростов-ново-черкасск и возможно другие города области у меня тут становится сразу интересно кто был вот этот второй в гостинице который якобы знал московского чем там делал как тут мелькнул и пропал так жуть и нагнал до посмотрел со значением и исчез мне же предстоит оперативно проверить выявленные семеркой контакты и связи объекта материалы направить москву привожу дальнейший диалог зачем вы ехали из москвы по такому обычному делу так как связи объектов по области давно установленная информация своевременно поступала в центр могут возникнуть новые связи а вообще-то я приехал с другой целью как только вы как долго вы будете у нас как только выполню задание улечу улечу то есть ему вот этого персонажа московского представили как просто человека из москвы из управления да и не сказали зачем он приехал он тоже не говорит зачем он приехал да странная ситуация так последние слова заставили меня насторожиться почему от меня скрывает его миссию не собираются ли меня каким-то образом подставить под удар резонный вопрос вдали показались огни каменском и миновали его стороной и в нескольких километрах севернее города остановились на обочине вышли из волги часы показывали 11 оставайся на месте сказал шеф и направился к бору я внимательно следил за ним то есть такое впечатление что вот этот шеф знает место лучше ростовского да то есть он знает куда идти уже да то есть никаких там сигналов там типа побибикать там и так далее там фонариком посвятить нет он просто тупо знает где сидится уже не цены где сидит сидит та группа который за ним следит вопрос откуда из-за деревьев на встречу ему вышел мужчина они о чем-то поговорили и разошлись подойдя ко мне шеф известил передача состоялась московская наружка снята кстати пойдем посмотрим чем занимаются объект с приятелем перейдя шоссе направились в глубину боров вскоре метров через сто мы увидели ярко рыжие пламя костра и услышали ровные спокойные мужские голоса идти дальше было глупо и небезопасно нас могли обнаружить мы вернулись к машине офигенно то есть они по голова по голосам солженицына с приятелем опознали да стоило ходить костер горит и горит а вот наружка вот это вот она там зачем сидит чтобы шеф из москвы лично там поле сушлялся а если бы он ногу сломал вот едем в новочеркасск там заночуем отчеканил шеф и нырнул в волгу яс я последовал за ним утром поступила информация прибытия солженицына и его приятеля в новочеркасск наружное наблюдение держал их мертвой хваткой мы находились в машине по рации и по рации с интервалом 5-10 минут получали сведения о передвижении объект вот тут у меня возникает вопрос а почему имя приятеля солженицына не названо подполковник отставной должен его знать прекрасно нет я еще могу понять и как и когда он скрывает имена свои своих коллег по опасному гбш ному бизнесу их звание но приятеля-то солженицына они должны были знать как облупленного почему он его не называет в чем здесь секрет наконец поступило сообщение о прибытии объекта с приятелем на площадь опять с приятелем да на площадь ермака где оставив машину они направились в собор там в это время проходило богослужение это кстати времена после хрущевские да когда церковь так очень хорошо прессанули но нет как мы видим тут солженицын совершенно спокойно по соборам шляется в кровавом совке под надзором кгб спустя кстати если слушать некоторых наших правдорубов про ссср там же все папы должны были были в гб зачем его туда вообще сопровождать спустя несколько часов следуя за объектом служба наблюдения установила два-три неизвестных нам адрес интересовавших его дальнейшем предстояло выяснить кто именно интересовало писатель лишь что за люди цели характера взаимоотношений к обеду поступило сообщение что объект с приятелем находится в цена центральной улице города и заходят в магазины шеф торопя водители принял энергичные меры по движению машины к центру тем не менее он несколько раз останавливал машину куда-то удалялся возвращался нервничал от очередной его выход завершился неожиданно для меня он встретился с незнакомцем из буфета гостиницы москва а вот значит незнакомец подумал я не является представителем семерки наружного наблюдения ибо московская семерка давно покинула область судя по жестам шеф и незнакомец о чем-то спорили выйди из машины направился к спорящим рассчитываю свою услышать хотя бы отдельные кусочки фраз зачем то есть либо тебя это касается и тогда ты можешь вот этому шефу прямой вопрос задать что это было либо тебя это не касается у тебя допуска нет на хрена тебе услышать и кусочки фраз все напрасно незнакомец что-то сказав напоследок шефу не видя меня резко повернулся направился в магазин в этот момент я увидел объекта с приятелем выходящих из дверей магазина незнакомец прошел мимо затем повернулся последовало за ними время бездействия кончилось подойдя к шефу я спросил вам помочь возможно пошли объект незнакомец шеф и я двигались по центральной улице города а еще там двигалась группа наружного наблюдения судя по всему чуть погодя объект с приятелем вошли в крупный по новочеркасским меркам гастроном следом мы таким образом мы все оказались в одном замкнутом пространстве и группа наружного наблюдения незнакомец буквально прилип к объекту который стоял в очереди кондитерского отдела шеф прикрыл незнакомство они стояли полубоком друг другу лицом к витрине незнакомец манипулировал возле объекта что он делал конкретно я не видел но движение рук и какой-то предмет в одной из них помню отчетливо какой предмет ты помнишь отчетливо если ты его не называешь как ты его можешь помнить отчетливо если ты его называешь какой-то предмет какой предмет в любом случае рядом со мной в центре новичеркаска происходило что-то для меня непонятное вся операция длилась две-три минуты вот у меня вопрос если он стоит рядом и нихрена не понимает вот вот этот вот чувак просто какой хер они его с собой вообще таскают но оставили бы его в машине он-то им зачем там же было сказано он им для того чтобы устанавливать контакты служеницына да то есть ему по большому счету надо просто показать фото людей с которыми служеницын там контакт или назвать их адреса и спросить кто это все нахрена него с собой таскают в магазин а вот незнакомец вышел из гастронома лицо шефа преобразилась он улыбнулся оглядел зал увидев меня кивнул и направился к выходу я последовал за ним на улице шеф тихо но твердо произнес все крышка теперь он долго не протянет в машине он не скрывал радости понимаете в начале не получилось а при втором заходе все окей а тут же осёкся посмотрев на меня и водить то есть он при водителе при совершенно непосвященном значит в дело сотрудники мили этой гб да то есть начинает ес ес мы его ткнули там чем-то про ля ля все дела о боже какой бред ну ребята ну ёлы-палы детективы лучше пишут но в голове стоял какой-то дурман фраза шефа по-иному высветила ситуацию свидетелем которой я оказался эпизод в гастрономии уже не казался странным и непонятным это был финал задуманного высшим карательным органом страны преступлением против великого писателя диссидента что я мог сделать оставалось только молчать единственный вариант сохранить жизнь себе и своей семье то есть до бывшего чекиста солженицын это великий писатель диссидент охренительно тут возникает вопрос значит как мы видели с этой душераздирающей истории значит везде солженицын ходил с некоторые с неким приятелем и по магазинам тоже и в этом универмаге там где они его кололи гастрономии а вот приятель тоже присутствовал возникает вопрос как какая была проблема в том чтобы грохнуть солженицына ночью в лесу там типа был приятель ну и что вот если они вот при приятеле его тыкали там чем-то в очереди еще при куче других свидетелей солженицын мог например почувствовать укол заорать вот почему он его не почувствовал кстати да он же мог закричать там режут там чем-то еще нет вот как ты все очень странно ну извините давайте если уж впадать в такой дешевый драматизм в стиле джеймса бонда да ну давайте представим себе вот лес ночь вот этот самый бор группа наблюдения значит соседней рощи сидит вот подошли костру тихо подкрались до взяли плюнули в солженицына там из трубочки ядом кураре там иголкой с ядом курары все нет великого писателя диссидента а зачем вот это вот огород городить делать это обязательно посреди города да вот влюб максимально людном месте и так далее тому подобное напоминает бред вот соответственно несмотря на видимую правдивость своего рассказа отставной полковник тем не менее не назвал ни одной фамилии участников той давней истории только незнакомец и гость он и и еще приятелю он не знал чем манипулировал незнакомец в толчье многолюдному гастронома и для чего это делалось не знал что чувствовался у ницына во время той страны манипуляции через час через три часа на следующий день отставной пол подполковник только догадывался на до конца конечно же не знал что задумал свершить кгб с александром исаевичем в новорчакасске убить его или всего лишь как следует пугнуть кто замыслил это в москве кто вдохновлял кто организовывал руководил обсуждали ли эту затею в цк кпсс если обсуждали то с кем всего этого отставной полковник тоже не знал а вот судя по всему отставной полковника в то время еще майор борис иванов по странному стечению обстоятельства действительно оказался свидетелем некой сверх секретной операции кгб однако всего лишь свидетелем вот мне интересно если кгб предположим московское какое-то там центральный офис грубо говоря проводит сверх секретную операцию а зачем им вообще посвящать в это дело ростовских коллег вот зачем там вот генерала туда приплетать там еще кого-то вот этого персонажа зачем им он и он им зачем нужен если они явно знают и местности все они же его они его взяли якобы для того чтобы он им как бы связи сдавал да солженицына объяснял кто есть кто но если они хотят его грохнуть зачем им этот человек вообще для красоты что ли они у с собой таскают как гида так они сами я говорю тут все знают тут же видно что они без него оперируют абсолютно вот им тут вообще ни для чего не нужен грубо говоря вот солженицын едет в новый черкасск там да за ним едет из москвы просто человек до подходит к нему тыкает его иголкой в любом месте абсолютно не обязательно это делать в полном гастрономии уходит все а вот а тут что-то наверно а вот мне же чтобы распутать это странное дело всего прежде всего нужны были участники и потерпевший они-то знают наверняка что они знают наверняка кто замыслил это в москве кто организовал руководил и обсуждали ли это в цико откуда на мою на письмо мое александр исаевич откликнулся сразу же ну повторюсь 90 годы исаевич сидит в вермонте пока на даче у себя близкие ему люди объяснили что судя по всему новочеркасская история его действительно и по-настоящему заинтересовала потому как уже много лет он не вступает в переписку журналистами а тут вот нет вступил впрочем особой заинтересованной солженицын я отстал из самого письма привожу его дословно уважаемый дмитрий ваше сообщение оказалось для меня чрезвычайно интересно она объясняет наконец чего я тогда не мог понять откуда это внезапная напасть мы приехали в новочеркасск это был 8 августа 71 они 73 года то есть это все происходит 8 августа никакой теплой осени даже рядом нет вот так около 10 утра я чувствую себя превосходно были в соборе потом ходили по городу вероятно конечно заходили в магазин и никакого укола я не помню но внезапно среди дня у меня сильно стала болеть кожа по всему новому по всему левому боку вопрос возникает вот тут вот сразу уже по тексту письма александра исаевича солженицына кто такие мы приехали с кем ходили с кем заходили в магазины то есть отставной подполковник нам не назвал имени человека с которым ходил солженицын но солженицын тоже не называет соответственно этого имени как интересно и это уже в 90-х годах то есть когда это уже не для кого не должно быть тайны к вечеру остановились узнаю у знакомых все хуже большой ожог к утру даже не виданный по всему левому бедру и левому боку животу и спине много отдельных волдырей самый крупный диаметром сантиметров 15 пошли в обычную амбулаторию я еле ходил там наверняка не за умышленно по запущенности нашего народного здравоохранения да у нас такое говно было здравоохранение семьдесят первом году то есть там полковник еще и год перепутал да вот всем с первом году у нас здравоохранение было такое говно я чувствую где-нибудь в южной америке в африке там на гаити там да и других странах там базе и где нибудь там было просто вы так посмотрели сказали как вы говно здравоохранение в советском союзе да вот он с чем сравнивает мне прокололи несколько крупных волдырей отчего стали открытые раны позже я узнал от опытного врача что волдыри нельзя прокалывать надо мазать терпеливым марганцовка еще чем-то все же я решил ехать дальше на юг ростов объехали не были там но я долго но я смог дотерпеть только до станции тихорецкой после чего мой друг посадил меня на обратный поезд москву интерес то есть ему укололи смертельный яд да ну там потом рецинда выяснится вот он должен был от него умереть но не умер вот а просто вот он тут еще ездил ходил куда-то еще что-то учитывая что лечили его плохо да то есть просто прокололи волдыри и так далее тому подобное он все равно не умер почему же он не умер вот тут вот заметочки на сайте свободная пресса но это там где начальники шаргунов и прилепим вот есть хорошее предположение на ну возможно при доставке из москвы в новочеркасск я яд выдохся и потерял свои свойства офигенно они уже пешком что что ли тащили из москвы в новочеркасск из москвы в черкасск там ну или в ростов там можно самолетом прилететь я думаю так гбшники и сделали когда у них яд то успел выдохнуться а может произошло одно из тех чудес которые случаются по воле божьей ведь александр исаевич незадолго до покушения на него молился пантелеймону целителю который помогает больным не надо забывать и о том что служеницем при рождении был крещен в кисловодском храме святого целителя пантелеймона а это тоже многое значит вот это вот да это больше похоже на правду согласитесь вот тут еще несколько совпадений как узнала узналась потом именно в эти дни виктор луи со своими дружками проводил операцию с моей тетей в георгиевске и гб понимала что я еду к ней не могу этого допустить почему но тут произошла и противоположная накладка от моего внезапного возврата по моей просьбе александр горлов поехал на мою дачку в 1 рафа минском и и за 100 и там застал 89 гбистов за какой-то работой горлов чуть не горлов чуть не убили вот такой горлов горлов это вот как раз тайный помощник до александр моисеевич горлов директор гидропневматической лаборатории энергетики северо-восточного университета в бостоне массачусетс а вот вот тут вот этот случай на даче описан и описан и так далее и тому подобное на предложение дать подписку они разглашение он ответил отказом на что сотрудники кгб ответили угрозами интересная ситуация то есть человек посторонний попадает вот в операцию секретной службы до секретная служба просит его подписать справочку у неразглашение да а он отказывается вопрос почему собственно секретная служба это органы это правоохранительный орган это не какие-то иностранные агенты которые тебя к чему-то принуждают это представители советской власти а почему ты им отказываешься помогать ты антисоветчик да ты антисоветчик и мразь а вот соответственно служеницын обратился с открытым письмом к юриу андропова и косыгину с требованием расследования инцидента вот но почему-то вот про и свое отравление он ничего туда не написал да ну соответственно горло горло под потом якобы настойчиво предложили ему выехать в израиль вот кгб вот короче мигрировал 75 году переехал значит массачусетс и начал писать там мемуары это вот книжечка где он про этот инцидент рассказывает она была издана в париже издательством им к пресс известным вот то есть чему-то можно верить чему нельзя это большой вопрос я так даже написал открытые письма андроповы и по его поручению нам звонили что кгб ни при чем это на даче была милиция мисс мое письмо тогда громогласно передавал западное радио а горлов позже издал об этом эпизоде книгу то есть он написал письмо не только андропова но еще и на западное радио и как-то передал его на запад охренительно то есть вот почему вот я не понимаю почему сауженицын еще не сидит вот при всех этих раскладах зачем его травить его надо было в тюрьму просто посадить дальнейшем меня лечили частные врачи болезнь длилась месяца два-три и так все сходилось что все сходя ну если всему этому верить ну да конечно все сходилось вот во время своего путешествия в ростовскую область александр исаевич действительно вдруг захворал странный ничем необъяснимой болезнью почему ничем необъяснимой вообще диагноз поставили потом единственная нестыковка с ауженицем утверждает что это случилось в августе а подполковник ой что всем с первым году а подполковник что всем встретим вот полковник еще утверждает что была осень в августе 73 года очевидно кто-то из них двоих позабыл точную дату случае случившегося слов снова отсылаю письмо бермон прошу уточнить время поездки а кроме того в какую амбулаторию обращался с ауженицем новочеркасский может быть сохранились документы как звали сопровождающего александр исаевича приятель вот это интересно да вот какие врачи поднимали на ноги захворавшего писателя значит ответила наша любимая тетя наташа наталья дмитриевна неутомимая вдова уважаемый дмитрий лиханов на вопросы вашего письма могу сообщить следующий расследуем вами история произошел в августе 71 года вот непонятно почему вы об этом спрашивать из ваших двух информаторов для первого значит александр исаевич был одним из множества объектов слежка за которыми состояла рутина его службы ну как мы видели нет он слежка не занимался он занимался разработкой связей на секундочку а вот откуда она вообще знает кто такой этот полковник если не понятно почему вы заново об этом спрашивать он есть что все рассказал про этого полковника что ли а в чем в письме для другого объекта обсуждаемый эпизод привел к резкому слома его планов и тяжелый долгой болезни кажется очевидным кто из них должен быть точнее в сроках и так в новочеркасске александр исаевич был 71 году а всем встретим он ни разу не выезжал за пределы московской области а и не помнит в какую именно новочеркасскую амбулаторию он обращался как звали врача и заполнялись ли медицинские документы ему представляется совершенно невероятным чтобы сохранилось что-то на этот счет проезжий человек обратился неотложной помощью ему тут же прокололи его дыре и дело с концом свидетельство о том как выглядел а и по возврату москву и в август 12 августа то есть через четыре дня содержится в книге александра горло перепечатано создание парижской им к прессу в журнале него девянос первом году вот я ухаживала за и в течение всей этой болезни первой неделе были особо мучительные вот я помню двух врачей посещавших а и но допускаю что их было больше совершенно ясно осталось в памяти что ни один из врачей не понимал происхождение этих ожогов вот и так далее тому подобное хотя один из них один поставил диагноз вот этот вот самый николай жуков на в конце концов справился самоорганизм офигенно с рецином да вот поздравление тянулось медленно долго один из врачей николай алексеевич жуков он напечатал свои дневниковые записи о встречах с ложеницыным в том числе об этой болезни девяностом году в газетах братим и народный депутат вот но из чего следует что николай жуков много раз встречался с ложеницыным и соответственно был одним вот из этих тайных помощников то есть это не беспристрастный свидетель начнем с этого на второй врач был правил профессор дерматолог приглашенный кем-то из друзей спустя почти месяц он сам не был свидетелем первой стадии имени не помню он уже был дряхлый сейчас наверняка умер вот и вообще видимо был не профессор на а говно не понимал ничего друг с которых мои был новичок в новочеркасске умер тоже имени нет офигенно да да просто не говоря вот тайна до имя друга с которым александр исаевич был в новочеркасске значит гбшник не говорит нам этого до служеницын не говорит тетя наташ тоже не говорит вот почему звоню подполковнику иванову говорит возможно я перепутал там траля-ля все дела вот другие свидетели значит свидетельствуют служеницын горлов галина вишневская известная жена растроповича он же у них на даче там жил после того как его наталья решетовская как раз вот с этой нерфаминской дачки выгнала вот за измену вот с этой вот сеть наташи вот ну отчет о жизни служеницына на на даче у ростроповича вы можете вы можете послушать на ютюбе в исполнении геннадия хазанова прекрасный а вот но сошел позвоним вот эти вот первые два свидетельства я читать не буду я почитаю галину вишневскую но я дам ссылочку если захотите почитать ради бога вот дня через три рано утром стою у окна на кухню жду когда кофе сварится и вдруг перед моими глазами появляется сани вернулся но что это он не идет еле бредет всем телом наваляясь на стену веранде держать за нее руками у меня внутри все оборвалось распахнуло двери боже мой сани что случилось а он медленно вошел на кухню лицо перекошено от боли галя вы только не волнуйтесь мне нужно срочно позвонить али в москву потом все расскажу вот телефон был только в нашем доме но после той истории мы настояли чтобы во флигеле было отводная трубка вот так но ноги все тело покрылась огромными пузырями после страшного ожога на солнце он не был лишь несколько раз вышел из машины поесть в столовке а может подсыпали в еду что-нибудь спрашиваем доктора что это такое тот отвечает что похоже на сильную аллергию вот мои покойные бабушки были такие же пузыри когда она обгорел у печки не стоит забывать все эти свидетельства были написаны задолго до признания подполковника иванова правильно то есть врач доставил диагноз без каких-то подсказок всяких ивановых и прочих авторов газета совершенно секретно а вот аллергический диагноз поставили частные врачи а вот соответственно телефон одного из них доктора жукова сообщался в письме натальи сауженицыны так ну жуков тут достает свой дневник да и начинает читать ну уже старенький жуков и так далее тому подобное а вот и как только он начинает читать мы сразу понимаем что не дневник дневник это то что вы записываете каждый день да то есть был там ты делал тот и так далее тому подобное а то что он нам читает это называется мемуары я дам ссылочку посмотреть нам все читать не будем нас интересует собственно его диагноз а вот я установил диагноз распространенная аллергия сна осложненная 2 вторичные стрепто стафилококковой инфекцией вот в начале правда я не исключил болезни лайла таким тяжелым было поражение кожи вот пациент однако не согласился с моим советом скрыть пузыри удалить их содержимое обработать по кожу ссылаясь на чудо действия мать профи профессора и так далее тому подобное вот то есть он еще с врачом спорит охренительно ну то есть диагноз аллергия ну с осложнениями все дела а вот ну и все тут дальше как он улечил там траляля все дела а вот ну и дальше а дальше нам уже начинает автор совершенно секретно нагнетать что же вызвало эту необъяснимую болельница уже не знаю конечно же не аллергии не перегрев на на ростовском солнце оляля это вот основываясь на показаниях свидетельствам но большей степени на признаниях полковника иванова можно точно сказать что при впрыснули препарат там траляля все дела да яд смертельная инъекция радиоактивный источник там и так далее и тому подобное вот основываясь на дневниковых записях жукова я с помощью знакомых и медиков составил под подробный анамнез заболевания соуженицына и передал его доктору медицинских наук евгению алексеевичу лужникову евгений алексеевич лужников реальный серьезный врач там траляля вот официальный ответ профессора лужникова на основании вышеизложенного вами заболевания соуженицына а и сообщаю что данные симптомы характерны для накожного отравления ядом рецинок рецинином который содержится в пищевине в пищевине турецкой конопля подпись число значит все таки я то есть вот этот самый вот и совершенно секретно взял сам написал анамнез да то есть анамнез эта история болезни то есть что он там написал неизвестно то и то есть он мог туда например включить вот эти вот признание и вы подполковника иванова ну естественно в кавычках я всегда и всегда произношу это да вот то есть и врач получив что вот и вот тут кгб уколола и у него как бы это самое такие-то симптомы может по симптомам сказать ну да на рецинин похоже траляля все дела а если бы врачу например не сказать что его там кгб чем-то колол он бы сказал аллергии как сказали вот те те же самые врачи 70-х годах включая знакомых с ауженицыным врачей то есть плюс лужников потом говорит что смертельный исход развивается при попадании под кожу около 3 миллиграммов данного токсичного вещества то есть чё у кгб рецинина не было что ли ну и так далее и тому подобное да то есть в общем вот так вот ну и прочий бред который вы можете тут почитать вот ну бушин он этим занимался гораздо серьезнее чем я вот он этого иванова вообще не нашел потом то есть есть только какая-то одна фотка где-то да то есть в лейтенантских погонах то есть и все то есть вот этот персонаж очень похож как бы просто на вымышленного да вот это во первых а во вторых бушина он все-таки писатель да ну покойный вот он провел просто анализ текста вот этого замечательного и просто стилистический и грамматический и орфографический какой угодно да вот и и он утверждает что это один в один сам солженицын вот писал вот вот это вот все замечательное вот чего я в принципе не исключаю лучше учитывая что у этого вот лиханова да была плотная переписочка солженицына моего вдовой они ему отвечали вот из вермонта так что жуткая история глава главное она абсолютно идиотская даже если ее просто вот читать логика поведения это это рассчитано я не знаю на кого это рассчитано на каких-то любителей фильмов про джеймса бонда видимо да то есть вот эти вот тайные иголки там куда-то в бедро колоть а если он не умер чего не добили то в чем была проблема зачем понадобилось проводить там целое заседание цк вот и и высылать его из страны живого здорового почему его не грохнули почему его в тюрьму не посадили за связи за границей вот эти вот ведь я говорю вот этих вот тайных помощников вот 200 человек это же можно было на антисоветский заговор натянуть вот запросто абсолютно то есть вот если бы вы хотели как-то как-то убить да или как как-то его я не знаю заткнуть ему пасть да это можно было сделать легко особенно учитывая что за ним везде якобы следило кгб вот стадами просто за ним шлялись вот ничего этого не сделали у меня такое впечатление что все таки уже уже тогда уже в семидесятых годах уже не соуженицына была очень серьезная крыша именно в гб гб и в цк я не знаю кто его там крышевал андропов или нет это надо разбираться да вот ну вот такие бредовые ситуации да когда у вас сидит человек до который у вас якобы подслежкой спецслужб весь и занимается оголтел антисоветчины издает на западе романы набитые ложью против советского союза так далее и тому подобное вокруг него куча народу который контачат там за вас западом западными спецслужбами в том числе и ничего с ним при этом не происходит она мне кажется просто ненормальный вот я думаю даже сейчас у нас вот такого вот таких бы персонажей мы бы просто бы закрывали хотя у нас есть такие персонажи ну тут тоже опять же это вот когда буржуазная спецслужба да это же очень специфическое место да то есть вот слова там о службе родине и так далее и тому подобное это для дурачков все вот в буржуазном государстве служат интересам конкретных людей да это то есть у нас сейчас кто-то там может служить интересам каких-нибудь одних олигархов промышленников там скажем кто-то других и так далее и тому подобное все зарабатывают деньги а потом их детишки катаются на гелендбаггинах вот судя по всему тогда вот тоже уже что-то что-то прогнило в королевстве даст вот если эту тварь оперативно не закрыли вот ну собственно вот и все ссылочку на статью я дам вот книжка бушина есть над аренд ах насколько я знаю а вот да и вообще в сети она лежит можете почитать он там я говорю очень подробно все это дело дербанит а вот всем добра